Как изменить отношение друг к другу, когда весь мир настроен трясти глотки за деньги? Может быть, следует устранить причину всего этого эгоизма? Деньги! Нет. Нет? Ни в коем случае. Деньги – это всеобщий эквивалент усилий. Не просто усилий. Это личные усилия, которые говорят о том, насколько ты преуспел, используя те особые качества, которые тебе даны свыше. Ну, допустим, ты умнее меня. Ты преуспел больше, я меньше. Или даже… Я сильнее. Сильнее. Или удачнее как-то в чем-то и как-то. Случайность получилась у кого-то что-то. Да. Но все равно это все измеряется, это может измеряться в деньгах. Поэтому этот всеобщий эквивалент, он необходим. А вы не считаете, что это главная беда вообще? Нет, наоборот. Это не беда. Это не беда. Нет, ни в коем случае. А как же мы можем вообще мерить человека, если не деньгами? Я понимаю твои возмущения. Да, да. Я внук. Как это так? Деньги. Такая мерзость. Люди, где бы там за металл. Да, 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 да. Да, да, да. Ну и вы сами прекрасно понимаете, что деньги, я других должен унизить. Ты не измеришь человека, а нам надо мерить все-таки человека. Его усилия. Усилия нам надо мерить? Ну надо. В чем? В килограммах, сантиметрах? Ну я бы, честно говоря, я бы не сказал, что это деньги. В чем? Дай эквивалент. Ну хорошо. Порядочности, честности. Какое там? В чем ты измеришь это все? Порядочности. Отношение к другому. Вот я так измерю. Ты можешь запутать. Да? Да. Ну а здесь я что? В основном те, кто имеет деньги, они, как там написано, они заработали деньги нечестным путем. Там, по-моему, о корейке это было написано еще на золотом деленке. Так все-таки, все-таки. Ну вот я бы хотел этот эквивалент вывести. А вы говорите, это невозможно. Невозможно. Кесов это от слова, деньги это кесов на иврите. От слова кесов. Кесов покрытие. Когда ты покрываешь свои усилия правильно, то вот эта мера покрытия твоих усилий называется кесов. Мы же имеем в виду духовные усилия, духовный результат. Вот, 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 вот. Нет, а я-то думал, вы говорите о деньгах этого мира. Деньги. Да даже и это. Даже это? Даже это. Это все возмутятся. Не завидуй. Не завидуй. Ладно, то есть, первое, деньги нельзя из мира вывести, потому что тогда не будет эквивалента. Нет, только если мы захотим их заменить на следующий эквивалент. Какой? На отношения. На отношения? На отношения, когда наши отношения нам будут понятны друг другу. Когда мы сможем ими обмениваться между собой и с Творцом. Тогда, и когда Творец станет нашим общим эквивалентом, тогда исчезнут любые другие измерения, кроме настоящих внутренних отношений между людьми. Это называется Масах и Орхозер. Экраны, отраженный свет. И что тогда... Это и есть монета, звонкая монета. Звонкая монета. И что тогда будет звучать, если будет так звучать? Я богат, он богат. Что мы тогда будем? Тогда. У меня есть сила противодействовать своему эгоизму и относиться к другому выше себя. Вот и все. Это и есть мера нашего сближения, объединения, мера моей отдачи. Это и называется богатством. Да. Богатством называется, насколько я могу отдать себя другим. Ай-яй-яй, как все перевернуто. Ай-яй-яй. И это корень, да? Оттуда все началось. Да. А спустилось до бабок. Мы должны так спуститься вниз, до самого низа, и увидеть всю истину наших отношений. И затем она изменится. То есть, как вы все время говорите, мы должны спуститься вниз, чтобы подняться, да? Поднимет нас уже творец. Надо осознать и попросить. Вот видите, все время у меня вот эта ошибка. Подняться. А вы меня все время правильно говорите. Творец поднимет. Ничего от меня, на самом деле, кроме просьбы, не зависит. Да. Ну что, поднимет, поднимет. Поднимет.